Фрегат Паллада, Обломов, Обрыв и многие другие произведения представителей Золотого века русской литературы знают во всем мире. Их создатель – уроженец Симбирска Иван Гончаров. В этом году юбиляр. 18 июня исполняется 210 лет со дня его рождения. В честь этого события к монументу писателя возложили цветы почитатели творчества и деятели культуры. Этим мероприятием мы открываем череду событий, посвященных юбилею, 210-летию, со дня рождения нашего уроженца Ивана Александровича Гончарова. И буквально сразу после возложения состоится открытие международной научной конференции. Далее все присутствующие на церемонии стали участниками научной конференции. Ее провели в торжественном зале историко-мемориального центра Ивана Александровича Гончарова. После приветственного слова деятели науки из ведущих вузов страны приступили к анализу личности и произведения юбиляра. Гость из Красноярска, кандидат филологических наук Екатерина Шевчугова провела исследование о женских образах. Ученая заметила, что в романах Гончарова живут героини, одаренной нравственной силой, энергией и душевной красотой. У Гончарова была некая такая концепция, ну не вечной женственности, конечно, как у Блока, но вот такой женской души, как основы, ну вот мира, как самого главного такого морального, нравственного ориентира. Он говорил, женщина – это душа. С 16 июня в доме музея Гончарова будет работать выставка, посвященная десятилетию обновленной расширенной экспозиции. А 19 июня в Виновской роще состоится Всероссийский Гончаровский праздник, который будет состоять из программы для детей и взрослых.